Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Сутью являются плохие мысли. Почему я всегда в своей голове представляю какие-то ужасные вещи по типу, вот когда он мне изменит, я сделаю так, скажи ему вот это. Или допустим, вот он меня бросит, я сделаю так. Поводов нет, я этого не кончил, но эти мысли постоянно в моей голове. Как избавиться от этого? Я не хочу это притягивать в свою жизнь, но я настолько часто об этом думаю, что кажется, что-то скоро случится. Вот опять я постоянно думаю о чем-то плохом. Помогите. Спрашивает аноним. Ну, помочь вам, конечно, можно и нужно. Дело только здесь заключается в том, как вы видите помощь. Вы знаете, я периодически спрашиваю своих клиентов, потенциальных клиентов, даже партнёров своих. Я всегда спрашиваю, я говорю, а как вы видите помощь? Ну вот, вы описали проблему. Вы описали, что-то вас волнует и волнует как бы, ну, вполне естественно. Потому что, ну, вот человек описывает ситуацию, она ему не нравится. Ему от этих мыслей тяжело, ему плохо. Человек не может вести себя естественно, спокойно, да? Ну вот, то есть, ну, видно, что человек страдает. А как помочь, что вы видите? То есть, как вы предполагаете, мы вам поможем? То есть, вы предполагаете это как? Так что, например, там, я не знаю, что... Вот вы сейчас, например, прочитаете или послушаете ответ, да? Допустим, мой или, там, ответ коллег моих, вот. И все, и в вашей жизни что-то изменится. Как это должно работать? Вот. Это первое. То есть, вам можно помочь? Вам, ну, действительно, на самом деле можно помочь. Это правда. Но как вы хотите, чтобы мы помогли? Как вы видите помощь-то? Вот. Ну, то есть, вы, если, эээ, просите помощи, вы, если помощи хотите, что я могу понять. Ну вот. Но вы тогда, в таком случае, попробуйте описать то, как вы этой помощи, эээ, то, как вы эту помощь видите. Вот. Тогда давайте опишем, опишем ее хотя бы. Это первое. То есть, как, эээ, как вы хотите помощь? Вы хотите получить совет. Один момент. Один момент. Один момент. Вы хотите, эээ, там, я не знаю, терапию, да? То есть, ну, индивидуальную работу. А вы хотите чего? То есть, вот эти вещи, мне кажется, очень важно здесь, в первую очередь, рассмотреть. Дальше. Эээ, значит, эээ, что здесь бросается в глаза, ну, вот, в, как, ну, конкретно в этой ситуации, например, что бросается в глаза, да? Эээ, ну, на мой взгляд, в глаза бросается то, что, эээ, вы, как бы, говорите, вот, что-то произойдет, эээ, сейчас, и я что-то сделаю, что-то случится, и я как-то поступлю. То есть, как будто бы вам нужно, эээ, разрешение на какую-то реакцию. Вам, как будто бы, нужно, эээ, разрешение легально себя как-то проявить. Ну, и, эээ, речь идет, конечно же, о том, в данном случае, что вы себя сдерживаете. Вы сдерживаете свою какую-то реакцию. Вы сдерживаете какие-то, какие-то свои, эээ, отклики, которые у вас, ну, есть, которые у вас, эээ, там, возникают. То есть, вам хочется что-то сказать, да, вы, вы там, к примеру, не знаю, на человека, на человека, допустим, злитесь. Вот. Ну, допу, ну, допустим. Вот. Вы злитесь на человека. Но вы не можете ему это высказать, например, потому, что, боитесь, что он, там, вас бросит и так далее. Вот. И, соответственно, приходят вот такие мысли. То есть, мысли, как бы, это оформление, вот, что важно понимать, да, что мысли здесь являются оформлением ваших желаний. Вот. То есть, я хочу, эээ, на самом деле хочу, чтобы что-то произошло, потому что с этой помощью я смогу, эээ, ну, вот, что называется, эээ, выразить какую-то свою реакцию. Вот. То есть, здесь, как бы, механизм, он довольно простой, с одной стороны. Это подавляемая агрессия и, соответственно, сдерживаемая агрессия, эээ, здесь является основным источником, спусковым механизмом, эээ, данных мыслей. Вот. А, следующее, ээ, вот, что можно сказать. Это то, эээ, что, ну, вот, вы действительно боитесь, ээ, близких отношений. Почему? А, так, вникнуть на себя как-то вести. То есть, вы себя не чувствуете в отношениях. Вы, вы себя не чувствуете естественно. Получается, такой, своего рода парадокс. А, с одной стороны, отношения я хочу. С другой стороны, я, эээ, как бы, ээ, ну, вот, я-то вроде бы отношений хочу. Но мне в них, эээ, не свободно. Они меня, ну, в этом смысле, как бы, немного давят, дучат, да. И я, эээ, соответственно, эээ, как бы, чувствую себя не свободной, а хочу от этого избавиться. И у меня появляются мысли о том, что, вот, как бы, эээ, ну, вот, нужно, чтобы что-то произошло. Потому что я знаю, что я буду свободным здесь. А, вот. Конечно, эээ, это всегда сопряжено с негативом. То есть, ну, я же не хочу оставаться одна, да, я не хочу, там, отношения, отношения, чтобы мои разрушали. вот, поэтому я, эээ, как-то этому, вот, ну, не знаю, не знаю, противлюсь. Я противлюсь этому. Ну, вот, я сопротивляюсь этому. Получается, такое, вот, противоречие. Эээ, сложнее всего человеку находиться именно в.. эээ, именно во... эээ, именно во.. противоречии. Вот. То есть, сложнее всего человеку быть в противоречии, сложнее всего человеку находиться в противоречии, сложнее всего человеку, что называется, переживать своё противоречие, потому что, ну, получается такой болезненный гомеостаз, только гомеостаз, он обычно интерпретируется как сугубо такое позитивное состояние, а здесь гомеостаз, он, ну, понятное дело, такой болезненный достаточно, вот. И это вот очень серьёзно оказывает воздействие на человека. И последнее, это вот такое внутренняя, вот внутренняя такая установка, да, внутренняя мысль о себе, что вот со мной всё это не так, что какая-то я не такая, вот, что в общем и целом, что это со мной не очень хорошее, вот. И я, там, отношений, грубо говоря, недостойно, вот. Это проблема самооценки и проблема отношений к себе, вот. Это такая, знаете, попытка, ну, как бы через другого человека, да, вот что-то компенсировать. Вот, а здесь обычно затрагиваются вопросы реализации, здесь обычно затрагиваются вопросы целостности, ну, целостности, вот, человека. То есть насколько я целостная личность, то есть насколько я самодостаточна, вот. И кто для меня, условно, мой партнёр. Вот, ну, как я вижу своего партнёра, как кого. Ну, это точно такой вот очень важный момент получается. Вот, это основные уровни. И я бы сказал, что, в общем и целом, ну, здесь, как бы, традиционно, именно вот традиционно вопрос наиболее эффективно решается именно в формате работы индивидуальной. Почему я изначально говорил о том, а вы вообще, вот, какой, какой помощь захотите, то есть как вы видите помощь. Почему я об этом заговорил, вот по этой причине. Вот. Что я могу посоветовать, да, что я могу порекомендовать. Ну, я могу прикомендовать, пожалуйста, только одно. Я могу прикомендовать, что когда такие мысли появляются, вам нужно заметить, в какие моменты они появляются и что вы чувствуете. Вот. То есть понятно, что вы можете чувствовать страх, а это такое, более привычно, ну, как бы, разрешаемое. Мы себе, мы себе, как бы, больше разрешаем, например, испытывать страх, но меньше разрешаем себе испытывать, ну, допустим, какое-то другое чувство, например, взросло, отвращение и так далее. Вот. Вам нужно заметить то, что идет вместе со страхом и выражать это. То есть, ну, вот, вы боитесь, например, что молодой человек вам изменит. Скорее всего, там, вам что-то не нравится, скорее всего, вы, там, с чем-то не согласны, скорее всего, вам что-то не устраивает, скорее всего, вы что-то не принимаете. Вот на это нужно обратить внимание, об этом нужно говорить. То есть, проживать, проживать то, что вас волнует, проживать то, что вас беспокоит, вот, проживать то, что вы чувствуете. Это вот самый лучший способ такой познакомиться со самой собой. Вот, естественно, естественно, избавляться от страхов я бы не рекомендовал. Страх очень полезная функция человека. Вот. Ну, полезное такое очень чувство, свойственно, понятно, не только человеку, да, но вот очень полезная эта история. Вот, это, не даром страх, это защитный механизм, который нужен человеку для того, чтобы выживать. А в нашем случае страх нужен для того, чтобы сохранять целостность, чтобы не терять себя как личность. Вот, поэтому избавляться, вот, ваш вопрос, он здесь, на мой взгляд, ну, принципиально, вот, неверный постар. На всякий случай скажу, что, вот опять же, да, что, как бы, психологи, да, например, ни от чего не избавляют, никого ни от чего не избавляют психологи. Вот, мы занимаемся тем, что помогаем человеку, человеку разобраться в себя, вот, и расширить его восприятие в себя. Вот, поэтому он, избавляться, ни от чего не нужен, вот, в этом смысле. Вот, как-то так. Ну, отдельным пунктом идет анализ отношений, вот, то есть вполне возможно, что молодой человек демонстрирует вам нечто, что вы можете интерпретировать, как, ну, действительно, потенциальную измену, потенциальное расставание, вот, он действительно может, может это демонстрировать, и, соответственно, это вот необходимо, опять же, заметить, это необходимо, ну, как-то вот скорректировать, вот, это необходимо, поэтому, уделить внимание, вот. То есть, признать, что это есть, что я, например, сейчас человек, который, ну, вот, откровенно говорит, там, какие-то вещи, которые меня могут не устраивать. Например, вот, я говорю человеку, который, там, допустим, ну, не видит ничего плохого, там, в измене, или не видит ничего плохого в расставании, и так далее. Вот, и об этом поговорить, уточнить у человека, а что он вообще имеет в виду, вот. Или, или, или свою, свою реакцию, ну, свою реакцию выразить, свою реакцию высказать. Лучше, конечно, он, пожалуй, второй, второй, там, более экологично, более экологично, не знаю, чем первое, вот. Ну, самое главное, я считаю, самое главное, это именно, вот, заметить те чувства, которые возникают, когда вы испытываете страх. Вот, а страх, там, в себе, хоть чувство и легальное, то есть, ну, мы понимаем, что это чувство легальное, мы понимаем, что, что это чувство, ну, как бы, допустимое для нас. Но, все же, оно тяжело переживать. Вот, а тревога, которая может быть, быть, так же, страх от, страх, это более сильное проявление тревоги. Так вот, тревога, это маркер того, что существует некая угроза, вот. Это прямо маркер, что существует некая угроза. И, необходимо это, опять же, включать в свою реакцию. Вот, что есть угроза. Я на эту угрозу как-то хочу и могу реагировать. Я к этой угрозе как-то отношусь. Я эту угрозу, значит, воспринимаю и выбираю, что мне с ней делать. Вот. Что-то для человека, в принципе, угрозой не является. Ну, например, для кого-то расставание не является угрозой. Для кого-то измена не является угрозой. Вот. Ага. Это зависит от многих факторов ситуации. То есть, ну, например, вот ценности у меня такие, да, что измена там не является чем-то критичным. Расставание не является чем-то критичным. И вот здесь вы под свою ответственность решаете, в каком, в какой парадигме вы хотите жить. Если вы, например, допускаете, что ценности у вас такие, что человек вообще-то имеет право выйти из отношений в любой момент, да, или если вы допускаете, что измена не страшна сама по себе, но свидетельствует о проблемах в отношениях и, соответственно, если я столкнулся с изменой, то я должен как-то проблему решать. Вот. Ну, значит, в таком случае, если у вас такие ценности, но вы все равно как бы вот против этого боретесь, то это уже работа с личностными проблемами. Вот. А если вы под свою ответственность, например, выбираете позицию такую, что неизменное расставание быть не должно, то в таком случае вы просто смотрите, окей, а человек под мои ценности вообще подходит или нет? То есть, ну, человек соответствует моим, как бы, вот, ну, моим ценностям. Разделяет он мои взгляды вообще или нет? Вот. Потому что, ну, и честно, человек ваши взгляды не разделяет, то возникает, как бы, такой логичный вопрос, а что я вообще с ним делаю тогда? Вот. То есть, это, как правило, заканчивается тем, что, ну, мы приходим к определенному такому мнению, что просто теряем время с человеком. Вот. Дабы этого не происходило, вот, имеет, имеет большой смысл обратить внимание на это. Вот как-то так. То есть, в целом, именно в целом, подобная проблематика затрагивает достаточно широкий спектр возможных трудностей у человека. И этого не нужно бояться. Напротив, это хороший повод для того, чтобы себя узнать. Это хороший повод для того, чтобы лучше в себя разобраться. И хороший повод пойти на психотерапию и качественно изменить свою жизнь. То есть, повысить качество своей жизни. Вот. Полностью, может быть, у вас где-то не уйдет, но обращаться с этим вы научитесь, и у вас будет возможность, по крайней мере, это как-то отреагировать, да? Чтобы это в вас не скопилось. Вот. Понятно, что подобные проявления могут быть разной направленности. То есть, ну, понятно, что... Одно дело, если человек думает о плохом, ну, вообще, вот, всегда и везде, и другое дело, если человек думает о плохом только в контексте расставания, вот, в этом смысле можно говорить о более такой центрированной проблеме, скажем так. Вот, в этом смысле можно говорить о более, как-то, ну, о более узконаправленной проблематике, конечно, конечно же. Ну, вот. Но, в целом, в целом, я думаю, что общую картинку у меня показать, я надеюсь, получилось. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.